Сегодня я расскажу какие есть способы записи звонков на iPhone и Android 9. В последнее время это стало очень актуальным вопросом. Если с iPhone еще все понятно, там всегда запись была запрещена на системном уровне, то с Android устройствами все было гораздо проще и с записью звонков проблем обычно не возникало. Всегда можно было скачать или с Play Market это приложение для записи, или купить смартфон, который поддерживает это из коробки. Обычно это Xiaomi, Meizu и другие китайские производители. Но с выходом Android 9 ситуация кардинально изменилась, потому что Google решил запретить на системном уровне запись звонков, чем очень расстроил многих пользователей, а заодно обломал разработчиков. Чувствуется влияние Apple, да? В общем я хочу сказать, что без боли в любом случае не обойтись, и все перечисленные способы записи звонков будут не всегда удобны. Поэтому если вы готовы страдать, погнали. И начнем мы с iPhone, но это не значит, что нужно перематывать видео, если у вас Android. Потому что некоторые советы универсальны и подойдут абсолютно для любой платформы. Но перед тем, как мы начнем, я хочу напомнить, что спонсором этого видео является хостинг-провайдер Yoichosting.company. Они предоставляют виртуальные сервера с выделенными накопителями в Нидерландах и США. У ребят очень приятные цены и своевременная техподдержка. Кстати, по промокоду ANDREANO в 30% для моих подписчиков будет действовать скидка 30% на первый платеж при заказе любых виртуальных серверов с выделенными накопителями. Так что если вам нужен надежный хостинг-провайдер, переходите по ссылке в описании и ознакомьтесь с их услугами. А мы начинаем. iOS так устроено, что когда начинается вызов, в этот момент блокируется доступ к микрофону. Причем не только сторонним приложениям, но и любым системным службам. А это значит, что если в момент разговора вы захотите запустить, например, диктофон, то просто не сможете это сделать, потому что кнопка будет неактивна. Также не выйдет сделать запись экрана со звуком или отправить голосовое сообщение в мессенджере. Поэтому есть на самом деле всего несколько способов записать звонок. Первый и самый банальный способ это использовать громкую связь для записи разговора. То есть вы включаете громкую связь на айфоне, а на другом устройстве запускаете диктофон. Но я считаю этот метод самым варварским и неудобным. Так как не всегда качество записи может быть хорошим, да и не всегда удобно говорить по громкой связи. Ну и плюс, если вы готовы использовать второе устройство для записи разговоров, и оно уже у вас есть в наличии, то есть куда более элегантный способ, который лично мне нравится намного больше. Для этого всего лишь понадобится Android смартфон и вторая сим-карта. Идеально, если это будет Xiaomi или Meizu, желательно не на девятом андроиде. В общем, для того, чтобы все организовать, перед вызовом вам нужно позвонить на свою вторую сим-карту, та, которая в Android смартфоне, и там принять вызов и нажать на кнопку записи разговора. После этого на iPhone вам нужно нажать на кнопку плюс и позвонить на нужный вам номер. И после того, как абонент возьмет трубку, нажать на кнопку объединить. Таким образом, получится, что в разговоре будет участвовать ваш Android смартфон, на котором включена запись звонка. Желательно, конечно, там еще отключить микрофон, чтобы не было вообще никаких помех. Способ, конечно, замороченный, но зато элегантный и плюс качество записи будет отменным. Ну а если вам нужно записывать звонки вообще на постоянной основе, то это все можно автоматизировать и настроить таким образом, что когда вы будете звонить на свой Android смартфон, он будет автоматически брать трубку и начинать запись. Поэтому можно его даже оставить дома и не брать с собой. Все будет работать само собой. Следующий способ связан тоже с использованием второй линии, только для этого не понадобится сим-карта или дополнительное устройство. Если вы зайдете в App Store и начнете искать приложение для записи звонков, то практически любое приложение, которое выполняет эту функцию, будет работать по одному принципу. В момент записи звонка, то есть когда вы нажимаете на кнопку в приложении, будет совершаться вызов на специальный номер, и после этого вам нужно будет тоже нажать на кнопку «Объединить». А после того, как разговор закончится, запись его появится в приложении. Но мне этот способ не нравится совсем, потому что он подразумевает, что записи ваших разговоров хранятся на сервере приложения, которым вы пользуетесь. А я считаю, это не совсем конфиденциально. В общем, я бы не стал доверять свои записи какому-то приложению. Ну и конечно, все эти приложения платные и довольно дорогие, потому что разработчику, во-первых, нужно оплачивать сервисный номер, через который идет запись звонков, а во-вторых, нужно оплачивать сервер, на котором эти записи хранятся. Короче, этот способ такой себе. Лучше для этой цели уже взять себе Android смартфон. Тем более... Зачем платить больше, если есть Xiaomi? Ну и последний способ, это использовать внешние устройства для записи. Они, конечно, бывают разные, но самое удобное, это Bluetooth диктофон. Да-да, такие существуют. В общем, после его подключения к смартфону, он определится как гарнитура, и через него будут проходить все звонки и записываться. Еще в продаже, если поискать, присутствуют наушники, сразу со встроенным диктофоном. Но думаю, и Bluetooth диктофон, и такие наушники, нужны только тем людям, которые реально записывают каждый свой звонок. Теперь давайте поговорим, как записывать звонки на Android смартфоне. И я сразу хочу оговориться, что я не рассматриваю способы рутировать свой смартфон или перепрошить, просто потому что обычный человек этим точно заниматься не станет. Поэтому первое, что приходит в голову, это, конечно, приобрести Xiaomi или Meizu смартфон. Потому что в их фирменной оболочке Android есть по умолчанию встроенная утилита, которая хорошо записывает звонки. Но я думаю, это ненадолго. Так как, во-первых, уже есть Xiaomi смартфоны, которые выходят не на их фирменной оболочке MyUI, а на чистом Android One. А это значит, что с приходом девятой версии, с записью звонков стало совсем очень плохо. А во-вторых, со всеми этими европейскими законами, я думаю, что даже Xiaomi, которым обычно на все пофигу, подстроятся и выпилят из своей прошивки возможность записывать звонки. Следующий способ, который много обсуждается на форумах, это просто не обновляться до девятой версии Android'а или откатиться на предыдущую. Но тут я вообще не знаю, что сказать. Лично я не готов использовать старую версию прошивки, только для какой-то сомнительной функции записи звонков. Этот способ я точно рекомендовать не стану. Поэтому единственное, что я могу посоветовать, это не общаться с незнакомыми людьми по телефону. Лучше с сомнительными личностями общаться посредством переписки. Так не понадобится их записывать и останется история в чате. Ну и последний способ, это попытаться скачать из Play Market'а приложение для записи звонков. Оно, конечно, будет работать криво, потому что на девятом Android'е во время звонка можно записывать только звук с микрофона, но никак не с динамика. А это значит, что на записи будет только ваш голос и, возможно, голос собеседника, если его уловит микрофон. Конечно, вы всегда можете включить громкую связь и записать разговор полностью, но мне этот способ вообще не нравится, потому что он неудобный. Вот и все способы записи, которые сейчас доступны. Лично мне больше всего нравится способ с использованием второй линии. Ну и, конечно, внешние устройства тоже хорошая вещь. Конечно, если вам нужно записывать вообще всё. Поэтому, друзья, пишите в комментариях, записываете ли вы звонки и сильно ли вас напрягает отсутствие этой возможности по умолчанию в iPhone или Android 9. На этом всё. С вами был Константин Андреанов. До скорых встреч. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки. Пока!